ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Никто такая, ниоткуда, ничего не говорит нам. 18 есть. И здесь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А вы потом у нас сможете, видно, запросить. Главное, у регистратора, у вас, у меня, без проблем. Хорошо, а я вас. Вроде бы, да. Будете стесняться, где еще? Мне тоже. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А вы не переживайте. А на ваших-то регистраторах сколько памяти? 32 гига. Ну, у меня больше, не переживайте. Очень прекрасно. Да. А здесь снимать нельзя делать. Это, конечно, неправда. А почему? А почему вы можете меня снимать, а я не могу вас снимать? У нас регистраторы прошли государственную сертификацию. Наверное, директору, да. Общественные выставят. Я забыли, пришел вы что-то там. Здесь? Здесь, ну. Меда? Меда? Я не нашел. Тут направо, там, да? Маги. А ты про что? Курил. Курил. Он где-то там, направо. Я направил, а башу там площадку. Девушка, надо здесь называть кайданой? Да. У меня административка, которая у меня это прорезла. Все объяснили, объяснили. Документы отказываются предъявить. Кто такая, отказывается сказать, откуда. Единственное, знаем, что совершенно нет. Все. Почему? Может, у меня нечего предоставить? Нет документов. А? Может, у меня с собой сейчас нет документов? Вы называйте свои данные, мы сейчас проверим. А если я не хочу называть свои данные? Вы допустили административное право нарушение, знаете? Да. Только я его нарушила на территории автобуса. А сейчас я нахожусь не на территории автобуса. И выписывать мне протокол можно только на территории автобуса. Находясь на улице, я уже просто обычный человек на улице. Внутри автобуса будут все вонят факты. А составляют они протокол в угомном месте. Это где будет? Девушка, с вашего согласия, с вашего согласия, мы проследуем выделение полиции для выяснения вашей личности. А я не говорила, что я согласна. Я говорю, просто вызывайте полицию или ведите как хотите. Вы такого не говорите, девушка. При условии моего отказа предъявлять какие-либо документы, вы сказали, что вы вызовете полицию. Или проедете со мной. Я говорю, ладно, хорошо. Вас насильно доставили в отделение полиции? Ну, я была против. Вы просто били меня. Я вам задам вопрос, нормальный, корректный вопрос. Вас насильно доставили в отделение полиции? Ну, принудительно. Чем в это перенуждение было выражено? Ну, это было недобровольно. Это было принудительно. Вас, вы мне объясните, чем это было выражено, в перенуждении? Потому что вы так сказали. Что я вам сказал? Я вам сказал про следуем в отделение полиции для выяснения вашей личности. Правильно? Да, но вы... О чем дальше разговор? Вы сказали, что вы отказываетесь идти? А вы мне не предоставили выбора? Вы мне сказали, что вы отказываетесь проследовать в отделении полиции. А вы не говорили о том, что у меня не была возможность? Вы сказали мне, что... Нет, я не сказала, потому что у меня не было такой возможности. Вы допустили административный правный фонд, за которое подлежит ответственность. В связи с этим на вас сейчас должен быть составлен протокол. Но протокол составляется на месте. Либо на месте, где это возможно. Не обязательно. В автобусе. Если нет возможности составить автобусе, то вас доставили в ближайшее отделение. Сейчас на вас сотрудники, опять-таки, Мосгортранса составят протокол. Не сотрудники полиции. Ну... И вам не нужно назвать свои данные. А если я не могу назвать свои данные? Когда у вас сотрудники полиции имеют полное право задержать на 3 часа до выяснения вашей личности. По закону, если вы не знали. А может быть вы в розыске? Естественно, у нас сотрудники при исполнении будут в розыске. Безусловно. Потому что я не могу представить сотрудникам свои данные. Если вы допустили нарушение, за него нужно отвечать. На вас будет составлен протокол. Приедете дальше, будет к тому объяснение. Будет рассматривать этот протокол. Сейчас вы даете данные, люди на вас составляют протокол. Дальше вы по нему разбираетесь. Они выполняют свою работу. Вам было разъяснено, наобжал на вас 10 суток, пожалуйста. На оплату 60, любой сбербанк. Какие проблемы еще? Что вам еще надо сказать? Я вам еще раз напоминаю. Грань, где мы вас не штрафуем, вы уже прошли. Перед вами стоит целый майор полиции. Вы даже ему не можете ничего сказать. Если вы хотите, чтобы вас задержали, не вопрос. А вы меня сейчас еще разве не задержали? Я уже нахожусь... Девушка, с вами разговаривают. Задерживают, когда нарушили. У нас сопроводили. Сейчас у нас к вам вопрос. Но так как вы отказываетесь предоставлять какие-либо данные, могут у полиции вопросы возникнуть. Кто вы такая? На самом деле есть. По закону они имеют право вас задержать до 3 часов. Для выяснения вашей личности. Вы задерживали. Ну что вы с ним делаете? Вы задерживали. Когда вы будете задерживать, не понимаете? Вас закроют сейчас в отделении. Вы это можете понять? Или нет? А потом, когда на работу будете спать, давайте я передам. Я вашего принципа не понимаю. Я вам все разъяснил. Пожалуйста, обжалуйте. Какие проблемы? Вам тут препятствуют? Нет. Данные предоставьте. Выпишем вам постановление с протоколом. До свидания. Я не знаю своих данных до конца. Фамилию, имя, отчество назовите сотруднику. У вас все дадут нам. Числовно. Какие проблемы все? А если я отказываюсь называть? Да ради бога, это ваше дело. Мы как-то ради. Не видите сидеть. А задерживают тогда для выяснения. Я вас не понимаю. Я вас не понимаю. А вы можете предоставить мне протокол задержания меня? Можете? Что? Здесь вот на этом месте стоял майор полиции. Ну сейчас он не стоит. Я стоял здесь. Вы можете предоставить протокол задержания меня? Я вам взял вопрос, на который вы мне ответили. Вы добровольно сюда проследовали? Вы сказали да. Я сказала принудительно. А что вы говорите? Вы на свой телефон это снимали. И видеорегистратор это снимал. Сотрудники полиции сидели. Я сказала принудительно под вашим руководством. Потому что у меня не было выбора. Что такое принудительно? У меня... Предоставьте, пожалуйста, протокол задержания меня сейчас. Что такое принудительно? Кто вас принуждал? Вы меня принудили. Я вас силу сюда принудил. Вы мне даже говорили, что не пытаетесь бежать, а то будет хуже. Это можно расценивать как угрозу. Понятное дело, что есть не силы. Потому что если бы вы применили ко мне силу, и вам бы и мне было бы намного хуже. Вы вроде взрослый человек. Можно, пожалуйста, протокол задержать? Я понимаю, он кто-то подсказки пишет. Так и попросите, пускай этот человек сюда приедет. А это уже мое личное дело. Кто-то мне что пишет? А, печально. Очень печально. Можно протокол задержания? Какой протокол? Что вы меня сейчас задержали. Вас кто-то задержал? Вы меня задержали, да. Потому что добровольно я не могу прийти в отделение полиции. Я сейчас являюсь, получается, задержанным. Я не добровольно пришла. Я пришла под принуждением вашей группы контролеров. В чем вообще выражалось наше принуждение? Потому что вы сказали, что мы сейчас проследуем. Я так ясно. Я приняла просто это как факт. Вы меня принудили к этому. Потому что... Чем мы вас принудили? Потому что когда я спросила, могу ли я выйти на одну из остановок, на второй из остановок, вы такие, нет, мы будем проследовать в отделении полиции. Вас не смущает, что у вас административное правонарушение? Нет? Но оно... Подождите, я вам задаю нормальный вопрос. Вас не смущает, что у вас административное правонарушение? То, что вы пролазите под турникетом общественного права? Протокол, выписывается которого на месте. Вы не вопрос на вопрос, вы просто ответьте на вопрос. Нет у меня паспорта. Нет у меня паспорта. Без паспорта я живу. Вас не смущает, что вы ползаете под турникетом и нарушаете закон? Нет? А вас не смущает то, что я сейчас нахожусь в отделе принудительно? Тогда предоставьте мне протокол задержания. Меня не смущает, что вы в отделе принудительно, это чисто ваши выводы. Почему это мои выводы? Потому что вас никто не принудит. А, то есть я сейчас добровольно здесь нахожусь? Вы здесь находитесь сейчас? Добровольно. Для объяснения вашей личности. Я здесь нахожусь сейчас добровольно или принудительно? Сейчас вам уже вопрос у полиции возникнет. Вы мне ответьте на вопрос, я здесь нахожусь добровольно или принудительно? Вы здесь. Сюда сами пришли. То есть добровольно. Вы от меня чего хотите, девушки? Вы понимаете, есть как бы синон. Я там вообще понимаю, но вот я не понимаю вас абсолютно сейчас. Ну, значит, не все понимаете. Вы мне можете ответить, я здесь нахожусь сейчас. по вашему мнению добровольны или принудительно? Я уж как Я вас сюда силком не тащил То есть добровольно Вы даже не можете мне ответить Вы что, я сейчас пытаюсь спровоцировать на что-то? Нет, не пытаюсь Вы не можете мне ответить на вопрос Я вам уже 5 раз задаю один и тот же вопрос Я тут нахожусь добровольно или принудительно? Вы здесь находитесь добровольно Вы сами сюда пришли То есть я могу так же спокойно уйти сама Если вас выпустят, я в чем сомневаюсь очень сильно Вашу личность даже не могут установить сотрудники полиции То есть я сейчас могу начать уходить спокойно. Куда вы уйдете сейчас? Куда угодно. Если, понимаете, без протокола задержания я могу уйти. О каком задержании идет речь? Ну, вы меня сейчас задерживаете, получается. Вы совершили административное правонарушение. Вы это не отрицаете? Отрицаю. То есть вы не пролазили под турникет в автобусе номер 716, да? Пролезала, но... А, пролезали, да? Да, и я хотела выйти на ближайшей остановке, а вы не разрешили мне. То есть вы ограничили мою физическую свободу. Я вас прям ограничивал. Прям руками вас держал. Но вы меня оттолкнули, когда я попыталась выйти. Я вас не бил? Нет, вы меня не били. Слава богу, спасибо. Но вы меня оттолкнули, когда я попыталась пройти. Низкий поклон, что вы не говорили, что я вас бил. Вы меня оттолкнули, когда я попыталась пройти к выходу. Да. То есть вы хотите сказать, я к вам применю физическую силу? Но вы загородили мне путь Я вам напоминаю, девушка, я вам напоминаю Три видеорегистратора В салоне видеорегистраторы И вы хотите сейчас меня оклеветать? Я сейчас вас не клеветаю А вы сейчас это именно и делаете Вы хотите еще заявление на клевету на меня получить? Плюс к административке Нет А что вы тогда придумываете? Вы сделали шаг вправо Тем самым преградив мне путь Я совершил шаг вправо В транспортном средстве Тем самым ограничив мою свободу передвижения И не предоставив мне свободу выхода из автобуса Нас узнаете, в ГКУ тренируют Прямо таких, чтобы мы во время движения Даже не шатались стоять Вы сами понимаете, что вы говорите? То есть вы сейчас хотите сказать Что вы не умышленно преградили мне путь А совершенно случайно Когда я попыталась выйти из автобуса Я вам хочу сказать, убедительно сказать Я вам ничего не преграждаю А стоял с вами ввел диалог О вашем Правонарушении Вы преградили мне путь Нарушили ли вы? Мы не застояли вам, а выясняли ваши права Так будет протокол задержания? Вам права были разъяснены ваши? Да О чем сейчас разговор? Вам было предложено проследовать выделение полиции Для выяснения вашей личности? Было Вы сами проследовали выделение полиции? Нет, вы меня принудили к нему Я вас принудил? Я вас зашел? Зашел и отвел? Принуждение? Это не только применение физического воздействия Что я вам сказал? Вы сказали, что я не могу проследовать куда угодно И что я обязана проследовать с вами в отделении полиции Это было словесное принуждение Принуждение это не только применение физической силы Я вам сказал Вы готовы проследовать в отделении полиции? На что вы мне ответили? Да, готова Потому что у меня в любом случае не было бы выбора Вы бы не отпустили меня на улице Это в жизни заканчивается Куда вы, девушка? А я не могу выйти? Да куда вы? Девушка, там разбирается Садуете полиции Ну, хорошо, покажите протокол задержания По которому я задержана А почему я не могу выйти, например, во внутренний двор? Я разбирается, что будет Сразу разбирается Покажите протокол задержания По которому я обязана находиться в отделе Сейчас вам покажут Вы мне сейчас покажите Нет, я вам сейчас покажу А по какому поводу я тогда здесь должна находиться Если здесь нет протокола задержания Задите в отдел, не уйдите, и все Но нет протокола задержания Мы не удаем отдел задержания А я не могу во внутреннем дворе постоять? Может быть, мне стало жарко? До свидания Ну, я ничего не нарушила Смотрите, хорошо Покажите протокол задержания По которому вы ограничиваете мою свободу За данное правонарушение Ограничение свободы не предусмотрено И пока вы не покажете мне протокол задержания А что, нельзя ради? Меня снимают, а не снимают? Они вас снимают по приборам, которые учтены А вас только мне где-нибудь учтены На, серьезно Ты не верил Позвольте, пожалуйста Если уж вы пошли по закону Хорошо, предоставьте протокол задержания Как вам предоставят протокол задержания Если вы не называете свои паспортные данные На кого? Марфу Васильевну я напишу в протоколе задержания Не знаю, как-нибудь Видите, без... Инспектор мне потом этот протокол заставил оплатить Ну, пока что мне даже не предлагали оформлять протокол задержания Ну, если они не знают ваши данные Как они могут вам предложить оформить протокол? Чтобы я их сама написала, наверное Ну, напишите тогда Дежурная часть проверит Посмотрит ваши фотографии Что, пишем протокол задержания? Удачи, напишем в отделе Там напишем Ну, не здесь же пишут Протокол задержания Ваши паспортные данные хотя бы надо Давайте составим протокол задержания Там дежурная часть, там дежурная Там объясним, кто более понятно Ну, пока что, как видите Никакое правонарушение И никакой протокол на меня составлен Я могу уходить Но вот сейчас вы будете ограничивать мою свободу передвижения Мы в отделе полиции находимся Но вы не сотрудник полиции Я не сотрудник полиции И вы не можете ограничивать в отделе полиции Да, без билета есть Так я хотела вытянуть Ну, вы имеете право Мы не имеете право заходить В салон Имеете право? Не имею Ну, ладно Только я сейчас как бы не еду без билета Вы были зафиксированы на момент Вы были выявлены во время контроля на линии И вы мне не дали спокойно покинуть транспортное средство Потому что мы обязаны зафиксировать И ограничили мою свободу передвижения Обязаны зафиксировать В чем проблема? Зафиксировали, молодцы А ограничивая свободу гражданин Мы имеем полное право доставить в отделение полиции 27.2 кулак поляр Вы нарушили 740 797-е обставление проездов Какая цена сроковая? Статья 40? 45 Какое вы имеете право находиться в транспортном средстве И пользоваться услугой без оплаты проезда? Скажите мне В заявлении написали Пройдите в дежурную, пожалуйста Хорошо Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok